всем привет с вами sol сегодня мы разберем агентов и все что связано с ними в игре о том какие навыки они имеют и какое истинное применение на практике как правило им присущи и так я составил специальную табличку некую памятку я можно будет скачать по ссылке в описании здесь как раз для наглядности я описал все базовые действия и разложил их по пунктам и так игра содержит всего три основных вида агентов это разведчик с и глядатой сановник чиновник воитель или герой на местности в составе армии активные действия это список возможных видов действий которые совершают все три агента они принципиально различаются и поэтому я и выделил их в разные пункты однако все они присущи всем трем агентам и так сразу перейдем к делу перечислим основные присущие действия глядата и так на местности обнаружение армии агентов противника защита от действий агентов твоя местность что имеется ввиду когда вы производите пассивное воздействие то есть наблюдение специальная панель к там есть в углу мы это рассмотрим чуть позже после всего этой таблички я все на практике его продемонстрирую так что производится там как раз имеется возможность совершать это пассивное действие на местности если это ваша территория то с глядатой имеет возможность обнаружить например засады вражеских армий замаскированные у вас на землях если там же находятся агенты точно также он может обнаружить и агентов если же он будет находиться на чужой земле то он будет похищать пищу противника как правило в один на один компании это не слишком важный пункт так как вражеские враг ваш человек то есть если он мальский опытный игрок у него всегда будет запас пищи которые предотвратит голодание и потому эффективность такого действия будет соединена к минимуму тем не менее если же ваша цель фракция и то это вполне может стать легкой мишенью для вас и стать крайне эффективным применением то есть вы поищаете пищу если значение пищи падает минус минусовое значение то есть ниже нуля у фракции то его а гарнизоны и армии начинают голодать а значит численность войск падает тем образом в скором времени буквально течение трех четырех ходов это будет крайне легкой для быча для ваших армий поэтому стоит применять агенты таким образом особенно на старте игры таким образом обеспечив легкие путешествия для ваших будущих наступлений вступающих армии и так следующий пункт в составе армии составе армии то есть агент может присоединиться в армию и действовать как 21 ячейка то есть 20 максимальный состав армии 21 ячейка в конце появится агент и он будет производить некое пассивное действие но уже в составе армии в случае с аглидатом его базовое основное воздействие это увеличение дальности передвижения армии то есть ваша армия просто будет ходить дальше и это очень сильный бонус и очень приятный бонус не стоит его недооценивать особенно если у вас например конные армии чистый состав он уже далеко ходит с этим увеличением это будет крайне неприятность приятность для противника ваша рай может стать просто неуловимый для него недосягаемой активные действия активные действия это то за что вы платите деньги помимо всего и расходуйте также и весь ход то есть вы производите некое действие доведя своего агента курсор после его выбора на цель это может поселение армия или вражеский агент и так замедление передвижения армии соответственно если вы производите активное базовое действие агентом он замедлит его передвижение невозможность подкрепления также помимо того что эта армия будет замедлена она же будет и дезориентирована она не сможет получать подкрепление или подавать подкрепление из своего состава то есть она будет можно сказать легкой мишенью одинокой овцой отбившись от стада и вы вполне можете легко воспользоваться этим и например если на возле лишь несколько армии одновременно в одном месте заориентировав одну из них вы обеспечите себе возможность разобрать эти армии по частям разведывая через поселение соседние поселения армии агентов реактивным действий на поселение вы соответственно можете получить некие данные о соседних объектов противника снижение дальности передвижения агента это похоже на замедление армии то есть точно также он снизит некие возможности и передвижения вражеского агента переходим к сановнику повышение налоговой ставки своя местность соответственно при пассивном расположении на своей местности ваш сановник он же чиновник обеспечит более высокий сбор налогов это может порядка там двадцати-тридцати процентов при приятном сочинении обстоятельств и при хороших перках и способностях этого агента например если ваша провинция уже приносят там порядка десяти тысяч допустим возьмем цифру и процент ставки повышен будет на 30 процентов это уже сами можете легко представить это уже плюс три тысячи денег то довольно приятно хотя на такой стадии не слишком сильно играют жирот увеличение коррупции деньги подают вашу казну чужая местность соответственно противоположное действие сановник совершить на вражеские землях расположив его там вы получите деньги поступающие предположительно изначально в казну противника но теперь не будет поступать к вам потому что вся коррупция повысившись на его земле теперь играет в вашу пользу соответственно он будет терять деньги а вы получать специальные перки если у всех сановников его можно покачить буквально за три уровня на сановники который обеспечит вам поступление дополнительно плюс 75 процентов то есть это очень сильный навык на практике я позже продемонстрирую как он работает здесь представьте себе если вражеская провинция приносит тысяч 4 на старте или около того благодаря сановнику вы получите почти большую часть этого дохода то есть вы получите там буквально 3000 может даже больше это очень очень сильный перк и очень сильно влияет особенно на стадии игры примера там хоть 10 20 на этом промежутке крайне сильно помогает и в дальнейшем зависимости от ситуации тоже сильно поможет уменьшает затраты на содержание армии то есть если находится составе армии обеспечение армии будет снижена особенно это сильно начинает отыгрывать с момента когда когда особенно сильно это начинает отыгрывать моменты когда вы прокачаете ему некоторые перки у многих фракции такие перки и содержат себе содержание наемников например у карфагена соответственно вы прокачав эти навыки вы снизите затраты на содержание наемников кроме того карфагена есть фракционный бонус на содержание наемников есть и технология которая войне исследуется очень быстро снижение будет здесь произведено и как и там так и там таким образом эти бонусы они совокупируются они стакаются и происходит очень низко содержание наемников например если там тяжелый стек содержался за 400 монет на будет держаться порядка там 100 монет то есть он будет содержаться как будто регулярная армия и даже ниже это очень выгодно и может большие принести бонусы для вас представьте себе три армии чисто наемный двумя сановниками они могут двигаться по разным направлениям им не нужно нанимать армию все что вы такие провинции посещаете вы набираете из местных же отрядов вас немедленно восполняете потери таким образом это очень сильная вещь не забывайте страховать сановника и лучше такими армии не действовать направлении противника если вы играете один на лучше такими армии действовать в тылах на периферии уничтожая фракции и чем фракции оппонента так как сановник может стать легкой добычей об этом позже вот коп отряда он исчезает от гражданской армии это уже активное действие выбранный отряд и например составив из 20 а из 20 стеков будет удален из армии если действие будет успешным казалось бы не слишком сильный перк однако и он может сыграть например на некоторой стадии игры в войне между фракции востока часто большую роль играет индийские слоны наемные в сирии пример вы можете удалить с помощью сановника этот стек этот ряд то есть он очень сильный отряд и он может ключевую роль играть против прачников и копейщиков или матрасов на свенге это товара и таким образом испечить себе преимущество у вас не будет слон противника не будет сона за счет сановника беспорядки поселения уменьшение общественного порядка это действие производится на поселение соответственно перка и сказать что слишком сильные однако представьте себе если ваш оппонент не ожидает восстание на своем ходу и не имеет никаких резервов вы можете неожиданно для него парик понизирования порядок общественной и начать восстание а может быть даже восстание рыбов чтоб ломает ему его планы это может сыграть по-своему переманивание агента здесь есть тонкость если у вас есть свободные слоты ячейки для набора агента ответственно типа которого вы хотите переманить из и глядата и сановника воителя то есть шанс что при успехе действия агент переманится и станет участником вашей команды а воители повышение общественного порядка своя местность на своей местности пассивным образом он повысит порядок соответственно на чужой местности он его понизит здесь все просто тренировки армии находясь в составе армии воитель повышает значение опыту ваших войск образом они будут получать вычки и с некоторыми навыками можно это действие усилять убийство военачальника нападение на горизонт убийство агентов крайне важные особенности они обеспечат вам превосходство в количестве ваших агентов генералов и прочей прочее прочих прочих товарищей практика применения агентов а это следующий аспект который по сути выявляет главное то что главным образом наиболее полезным образом применять этих агентов потому что перечисленные выше действия это действия которые игра предписывает на базовом уровне производить агентами а практика применения агентов это то что я выделил как бы ориентируюсь на свой опыт в первую очередь на опыт других игроков то что наиболее полезно на самом деле и что приносят эти агенты какие бенефиций какие полезные вещи для вашей фракции и так первую очередь цикл даты осуществляют разведку речь идет о разведке даже не активный сколько а пассивный просто перемещаясь по землю противника вы открываете у земли поселения армии расположение агентов таким образом вы имеете возможность и представление о том как действовать как наиболее эффективно организовать свой ход в один на один это можно сказать базовое основное действие для заглядата просто знать где что находится замедление обнаружения замедление спис на это активное действие на армии и на агентов часто его запрещают потому что она ломает слишком баланс игры и случайно случайно поэтому часто ходится без него в один на один обнаружение обнаружение то есть это в первую очередь где чем обнаружение засад это крайне важно при позиционной войне обнаружение вражеских засад одно из ключевых действий сеглядата также и обнаружение агентов которые соответственно ведут контрразведку ищет вашей армии ваших агентов и ведут борьбу таким образом разведчик повысив шансы на обнаружение осуществляет пассивную защиту на своих землях он проведет защиту защитные защитную акцию можно сказать просто пищи просто пищи я уже описал его преимущество чуть выше тоже важно тоже полезно особенно чтобы ускорять вашу экспансию заранее выставили заранее протравили таким образом без пищи уменьшили состава гарнизонов и армии фракции и затем быстро завоевали и убийство убийство появляется соблюдать они сразу отличие от воителя но с определенным перком он сможет убивать и стать можно сказать в один строй с воителями и обеспечить обеспечить преимущество количестве атакующих персонажей на агентов яр и генерала противника тоже может быть полезно ускорение армии соответственно все просто описал выше из ориентации армии это невозможность армии на подкрепление после воздействия активного агента на армию ним тоже было выше соответственно как вы можете заметить некоторые аспекты пересекаются с базовыми действиями большинство из них конечно пересекается здесь я просто лишь раз подчеркиваю и выявляю какие же каким же образом наиболее важные действия производит агент в игре один на один или в игре против и ночной кампании переходим к сановнику воровство она не случайно первом месте находится то есть воровство или она повышение коррупции это то что обеспечит вам большие прибыли уже два сановника на двух богатых фракциях очень скоро могут приносить вам по 6000 заход непорядка того что крайне сильно и важно повысит ваши шансы на победу интендант и подразумевается содержание армии тоже крайне сильная вещь она по сути сопоставима с воровством единственное что часто бывает сложнее докачаться до интенданта там больше нужно уровней чтобы действительно эффект был большой но бенефиций от него не меньше чем от воровства тогда наступают а может даже больше потому что представьте себе у вас полностью наемная армия действует на периферии завоевывает врага и ей не нужно ни наим не подкрепление она постоянно черпает все потери из местных территорий просто нанимаем новые войска сбор налогов сбор налогов может отыграть по-своему как правило в совокупности с другими полезными вещами сановника здесь это может сыграть а вы об этих чуть дальше полезных вещах лояльность партий например одна из них то есть повышая верность партии есть специальные навыки сановника об этом разберем сейчас на практике который повысит лояльность партии тренер и массовый тренер тренер я подразумеваю виду составе армии то есть есть специальные перки сановников которые повышают каждый ход вашего генералу значение опыта где-то примерно цифры около там пистей 12 опыта захода может даже 18 что довольно много на самом деле то есть на максимальном значении примерно 1 уровня генерал получится два года уровень 2 то есть просто благодаря прокачанную перку хорошему у сановника какого тренера это не стоит доценивать этот перк это очень сильный перк пример он может работать совокупности содержанием армии то есть он будет понижать содержание армии и давать опыт вашему генералу это очень сильная вещь но не у всех фракций есть этот перк массовый тренер массовый тренер имеется ввиду то же самое что тренирует генерала составе армии его только здесь речь идет на местности находясь на местности то есть специальный навык когда вы находитесь на местности просто пассивно воздействуете на нее все персонажи находящиеся в этой провинции будут получать опыт значение опыта обычно 369 соответственно для второго уровня первому генерал нужно 20 очков опыта он почти получит второй уровень буквально за два года при таком пассивном воздействии тренера-сановника очень сильная вещь совокупности с повышением налогов совокупности с лояльностью например масса тренировка в какой-то провинции может сыграть по-своему в один на один если позиционная война какой-то провинции у вас постоянно содержится много войск там допустим три-четыре армии а пассивный тренер будет например там течение десяти ходов у вас в одной провинции происходит все это время будет тренировать и принесет буквально там уровня 3 до каждому из этих генералов что может помочь и может сыграть по-своему тренер при найме тоже пассивная способность соответственно если вы нанимаете персонажа провинции где сочетается это пассивное воздействие то он получит немедленно единовременно сразу опыт например генерал был первого уровня вы только что наняли свой дом и вы теперь нанимаете его в этом регионе на местности вы наймете его сразу четвертого уровня плюс 3 уровня получит он при прокачке этого навыка на практике продемонстрирую кожу воителя убийство убийство это главное его действие оно доступно с первого же уровня и как правило воители и занимаются в компании то есть один на один зачисткой вражеских агентов и генералов все просто если вам удалось прокачать своих воителей и уничтожить вражеских воителей вы получите преимущество во всех остальных агентах в том числе просто потому что у противника не будет хороших агентов что противодействовать вашим агентам если у вас будут работать их полезные действия пассивные активные и вы будете просто доминировать во всех аспектах разведки и вас всевозможных воздействиях до агентов тренер тренер генералов и армии речь идет о том что у воителя изначально есть тренерство на армии на обычный но у него есть перки похоже вот так установленника который повышает опыт и для генерала это один из ключевых навыков у воителя при пассивном саппорте помощи армии он реально очень быстро может прокачать вам генерал точно так же к самому просто находясь и тренируя параллельно армию генерала очень полезная вещь разведка ну соответственно то же самое подразумевается просто пассивное передвижение воителям на карте и открытие местности разведывания армии так далее в этом плане он под может работать похоже на соглядаты хоть и не так эффективно усилитель армии у некоторых фракций особенно варваров и очень сильные есть перки навыки у воителей который очень очень сильно повысит ваши статы для юнитов например дадут им на специальный ярость дадут огромный бонус к натиску защите и атаки в ближнем бою урону и так далее и тому подобное по своим может сыграть и может сделать много неприятностей благодаря преимуществу в силе ваших войск для вашего противника и так теперь перейдем к тому что и как будет производиться на практике подробнее каждый навык и он будет доступно и понятно итак мы на карте компании сейчас я подробно наглядно расскажу и покажу как именно применяются эти навыки какие бенефиций они могут принести вам так начнем с заглядата хочу обратить на такую маленькую деталь каждый агент он подобен на персонажу генерала из домочадцев у него также свои особенности личные характеристики и домочадцы предметы и некие одеяния и предметы то есть они также приносят некие полезные вещи вроде как шансы на успех и тому подобное остановиться на неподробнее не стоит но просто знаете и ратируйте правильно и необходимые вещи в том или ином арсенале под действия и характер характеристики и характер действия вашего агента значит усиляет таким образом его воздействия и так заглядатый он может разведать поселение чем я говорил выше просто наведя на поселение курсор на правую кнопку открывается это действие и с высокой вероятностью вы увидите соседние объекты этой фракции объекты могут быть генералы и поселения но образом радиус вокруг них вы тоже некие увидите то есть соседние прилегающие к ним близко объекты тоже вам откроются довольно полезное действие однако да отчасти рискованных пвп потому что вашего агента могут тоже обнаружить порой просто бегать и по карте врага полезнее с бегать им его территории и просто смотрите что происходит так действия диверсия войсках испортить припасы дальность перемещения вражеского армии упадет опять же говорю об этом выше просто замедлится и не сможет давать подкрепление армия и действие против агента это основное действие дезориентации то есть дальность перемещения похоже на замедление армии позже открывается действие убить агента но для этого нужен довольно высокий уровень саглядаты сейчас мы дойдем и до этого все по порядку начинаем начинаем слева направо действия зависящие от авторитета мастер по связи невозможно в одиночку следить за всем что происходит в империи слова истинного мудреца и наш саглядатый имеет этот навык не случайно саглядаты наиболее базовый агент и если вы довольно быстро прокачаете именно мастера по связям вам гораздо будет выгоднее и проще нанимать последующих агентов поскольку этот навык понижает стоимость найм на агентов но помимо этого дает еще и опыт за каждый уровень в этом навыке то есть приз плюс три вычки к опыту максимально и так давай продемонстрируем как это происходит если этот агент имеет навык мастера по связям и находится провинции в этой провинции он производит пассивное действие в левом иглу видите это желтая рамка желтый кружок вокруг нее он отображает что действие сейчас активное пассивное действие в этой провинции ведутся на все агенты которые будут нанимать в этой провинции будут по сниженной цене и стоят тремя очками дополнительного опыта вот видите он стоит всего лишь 912 монет 5 агент с заглядатой нанимаем его среди на его полоску уровня как много опыта он имеет немедленно разу 5 уровня здесь какое-то еще действие дополнительное производится сейчас может быть здание какое-то неважно какое-то еще дополнительное действие в этой провинции сейчас дополнительные ручкой мадово должно было быть плюс 3 если бы только от действия его друга предыдущего так как видите это очень полезное действие если вы из начала компании имейте только солидаты наиболее скоро прокачали этот навык всего там нужен то вам четвертый уровень по сути и следующих агентов как только вы открываете новые ячейки вами по ходу развития империума как вы имеете уже немедленно четвертого уровня это очень сильно ускорит ваш процесс развития очень полезный навык мастер по связи ни в коем случае на не игнорируйте его лично вот прилежный обычаи этого народа любопытные скорость гражданского исследования пока деген действует на вражеской территории пустого процента зависит от критета плюс 2 на первом уровне и на последнем плюс 4 очень слабое действие я даже его специально не изучал никак может но как-то складывается или стакаете но про это ничего писание идти не сказано четыре процента это ничтожный уровень воздействия поэтому его не стоит того абсолютно это не качественный навык если только какой-то скрытый нет механики но из моего опыта никаких механик здесь нету в этом науки мародер наконечник не единственная часть стрелы который стрел с единственная часть стрелы которая жжется разблокирует действие сжечь боеприпасы вместе посады боеприпасов у всех отряда выбранной армии здесь авторитета навык может быть полезен может помочь очень ситуативно крайне ситуативно целом довольно бесполезный навык есть другие средства решать задачи на поле боя и 30 процентов очень очень знаете то есть свой налог на это посвящать она того вряд ли будет стоить спасака чего русский язык или это какой-то перевод станет нет нет ешь спокойно солдатами займусь я боевый дух всех отрядов своей армии плюс 6 процентов дальность перемещения карте компании своей армии плюс 6 процентов все свойства вы начальники своей армии минус 6 полководцы ну навык сам говорит за себя вы застрете полностью статы своему полководцу и при этом дадите выводу солдатам и дальность перемещения ну стоит она того нет это ничтожная прибавка очень маленькая и навык тоже опять же слишком слабо выглядит есть у взгляд и гораздо более полезные навыки дальнейшем которые стоит посвятить его прокачку охот охотник дикие земли потеряют своим сынам поверяют своим сынам сокровенные тайны таких навыки из третий линейки как видите они дают еще и больше авторитета то есть по два аппетита за шаг в отличие от три предыдущих навыков поэтому в них особенно полезно вкладываться если вы хотите прокачать например навыки только из трети линейки вы можете не качать навыки из первых двух вообще просто набирать опыт вашим агентам пассивными действиями детективными просто производят действия на карте и в конце когда вы наберете там десятый уровень допустим ну или помимо открытия 3 3 линии прокачки вы просто прокачаете все все навыки в третьей линии сразу какие вы выберете здесь так как правило как правило они наиболее эффективны просто-напросто ага так далее совмещение своей армии на карте команды плюс 30 видите огромный бонус очень полезный может быть навык кроме этого он еще усилит вашу армию урон в дальнем бою у всех скопутных отрядов с равной плюс 15 это довольно солидная прибавка действительно вы ее можете ощутить если базовый урон там возьмем допустим за 30 значения это четыре с половиной прибавится то есть но условно говоря 35 урона будет мест 30 ваших стрелков то если что при большом боеприпасе запасе и опоре на стрелковую армию будет очень большим бонусом особенно для всяких восточных фракций которых если другие бонусы помимо этого много боеприпасов и это может солидность играть дальность стрельбы у всех скопутных отряда своей армии плюс 15 дальность тоже очень сильный прибав нас процентов это много это 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 решает и это сильно помогает это очень сильный навык охотник это именно усилять армию то есть вы находите своей армии даете соберные бонусы заговорщик хороший соглядатой работает один великие с другими авторитет также по два шаг по два шага идет за прокачку вероятность успеха всех агентов после удачного действия этого агента плюс 9 процентов зависит авторитета шанс успеха во всех действиях плюс 15 процентов этот навык чисто подобен усилительным то есть вы усиляете в целом способности агента и позволяете другим агентам тоже усилить свои воздействия таким образом этот навык хорош не столько сам по себе сколько в совокупность каким-то еще то есть заговорщиком вы сможете усилить соседних агентов и и шанс воздействия и усилить самого агента например выкачать ассасина но они вам подробнее подальше им образом вы усилить и возможность убить данного персонажа в общем то это полезного как и как и большинство на кого стрите линейки поэтому на него стоит обратить внимание если ваши гадаты заточен на какие-то акции связанные с воздействиями на вражеских агентов генералов в первую очередь на вот эти два аспекта то есть он не саппорт для армии не какой-то защитник дома там просто разведывающий он-то разведку ведущий а напрямую занимается охота например на вражеских агентов это может сыграть наблюдатели некоторые двери можно открыть и без ключа радиус обзора плюс 15 зависит от хитрости радиус обзора в своей армии плюс 15 шансами засада противника плюс все своя армия навык может быть полезным опять же работает совокупности например с другими полезными навыками до саппорта армии например вот с этим же самым с охотником то есть ваша армия будет довольно большой безопасности счет процентов заметьте засаду очень большая прибавка с некоторыми другими навыками миру генерала на замечание засады некие технологии вы почти полностью можете нивелировать риск попасть засаду что может по-своему сыграть то есть это навык неплохой для саппорта армии вор она носит этот самоцвет так будто требует чтобы я его украл ну что ж провоцирует видите этого вора на кражу разблокирует действие об окрасть отнять золото окружение вражеского и окружение вражеского агента а также понизить его вероятность успеха богаста получены после удачного ограбления вражеского агента 600 окружение похищены вражеского агента плюс один вероятность успеха ограбленного агента минус 12 процентов таким образом вы не только ограбить вражеского агента вы еще вероятно похитите у него кого-то из окружения таким образом усилив и повысить количество своего окружения для агентов и помимо этого вы понизите успех этого же агента то есть вы понизить его шансы чтобы он я не сам возмездного удара какого-то возмездия значит ослабить этого агента действия такое знаете довольно дешевое действие как бы сказать на фоне других полезных конкретно решающие проблемы это действие может быть полезным как на безривии что-то хорошо что-то что-то делать пример вашему агенту или просто для интересного геймплея но применение какого-то настоящего усиления мир армии убийство вражеского агента я не вижу то есть есть просто гораздо более сильные действия чем если его координатор мы уже разведали дорогу тебе нужно лишь следовать за мной дальность перемещения на карте компании своей армии плюс 9 дальность вызова подкрепления для своей армии плюс 50 руководцы то есть опять же усилитель для армии довольно неплохое может может сработать и процентов не так плохо и он качать на втором уровне в отличие от охотник который только на третьем открывается то есть это действие довольно неплохое кроме того из подкрепления тоже может сыграть 50 процентов это тоже много это сильно повысит радиус доставки подкрепления то есть ну на вот такой и сказал бы средний средний силу средний силу жец это он украл твой день я все видел вероятность успеха во всех действиях плюс 9 процентов зависит от хитрости таким образом это обоюдо острое оружие то есть с одной стороны вы усилите действия своего агента шанс на них другой стороны вы победите большему риску действие может быть полезно совокупности с другими действиями с тем же самым ассасин то есть просто чтобы усилить шанс на успех ассасина но опять же будьте осторожны с этим навыком он будет дает даст риски для вас средний силы навык может сыграть именно если вы качать какого-то например ассасина агента отравитель тонкому искусству отравления нужно иметь особый талант потери во всех отрядах после успешной диверсии против припасов плюс 15 процентов дальность перемещения на карте компании для вражеской армии после удачной диверсии против припасов минус 15 процентов зависит от хитрости смотрите это то есть то же самое базовое действие по сути похищение припасов только и вы его сильно усиляете сильно усиляете это автология но суть такова усилив это действие вы и да действительно это это хорошее действие в один на один и чаще всего его банят любые воздействия на армии генералов банят просто агентов можно на армии генералов нельзя поэтому там такого правила не встретишь а вот против и если вы хотите замедлять просто армию просто внули ну ладно не внули ну там будет находить процент на 30 от своего полного хода вражеская армия если вы хотите при этом чтобы она еще теряла именно юнитов как было когда-то в первых версиях рима то этот навык для вас берите отравитель используйте он смутью он плохой правитель может нанести больше ущерба чем вражеская армия совершенно верно свое правительство стиль на может нанести больше ущерба чем вражеская армия уж как дан данный нам ли не знать о советском пространстве там и строительство и набору отрядов во вражеской провинции как отец из агент плюс 60 процентов там и строительство и время набора отряда во вражеской провинции пока дистагент плюс 3 очень сильное действие очень сильное действие и в один на один может сыграть очень сильно то есть например у партини ключевая провинция где у него например только отстроилась какая-то казарма допустим уровне 3 казарма вот он вышел в тяжелых мечников там тяжелую кавалерию даже какие-то слоны и у него появились идут бац ваш агент этом на краешку стал подала сники агент стал там и все и он набирает вместо того чтобы за там за четыре хода набрать целый стак этих железных кромцов и железный бойцов которых только-только он отстроил все он вынужден нанимать 4 кода и тратить это действие бежать агентами искать вашего агента чтобы только-только чтобы только-только избавиться от этого дебафа жесткого так что действия солидные очень солидную если вы еще подкрепить эти действия соседними агентами чтобы вашего агента не убили и он это смог какое-то время продержать там то это просто звучит очень сурово даже просто как что написано на вашем экране очень сурово контрразведчик иксы глядаты словно дети такие же наивные и неуклюжие вероятность успеха во всех вражеских действий против против вражеских агентов его начальника плюс 15 дальность перемещения карте компании для вражеского агента после удачи дезориентации 15 процентов ну то есть это такое зачаток для того же самого ассасина то есть вы усилили резко свои действия сильнее действий на вражеских агентов при дезориентации то есть это пролог можно сказать для ассасин как вы видели предыдущих навыков тоже таких было немало который просто усиляет другие навыки это один из них просто по типу по типу работы знал навыка если они не могут защитить свое добро то они не вправе им владеть угроза общественный порядок провинции пока действует агент минус 3 шанс быть обнаруженным врагами плюс 60 причине продовольствия пока агент действий вражеский провинции плюс 3 зависит от рвения это один из тех навыков которые как правило качает все игроки начале игры просто потому что он усиляет базовое действие пассивная на вражеской территории а это похищение пищи и как правило этот навык качать его один на один просто например у врага там две пищи среднем агент ворует 36 что-то такое около того по цифрам без навыка просто решать он на старте ворует около того а пищу вы берете этот навык мы затем усиляет его и вы уже там воруйте там около там 6 что-то такое получится у вас пищи 6 и там с рвением будет пока увеличиваться значение ростом рвения значит вы сможете травить больше часов фракции изначально может травить в акцию которой там где-то допустим три пищи и меньше с прокачкой этого навыка вы сможете травить там фракцию которых соответственно больше и больше пищи и вам будет неважно уже выбора сколько много него пищи допустим рамках 10 пищи вы спокойно все равно своруете пищу и он все равно заставить заставить его голодать то есть на старте этот навык очень полезный именно для того чтобы депопулировать гарнизоны и численность армии состав армии противника против и это хороший на чтобы защищать просто поселение и армии грабитель самоцветы скот ткани забирайте все доход от грабежа поселения своей армии своей армии плюс 90 этот навык неплохой для если он есть у русских фракций сейчас надо чекнуть вообще ну хорошо было да здесь мы сейчас смотрим фракцию афроамериканскую если у воров есть это совокупности с геймплеем воров который часто строится на грабеже и с бонусами фракционами которые грабеж дают это может сильно отыграть для фракции цивилизованная не слишком вижу большой пул разнообразие применения где лучше было бы взять грабителя чем что-то другое то есть другие навыки просто полезны но вот для варвара у которого и так у много заточено на грабеж и есть свой бонус на грабеж родовой как правило фракционы для него это может быть сильным подспорьем нижний чек погоди я иду просто хочу дочитать эту книгу курс исследования пока агент 10 вражеской территории плюс 9 процентов зависит от рвения навык не такой плохой как предыдущий по ограблению технологии гражданские только усиление четыре процента да здесь все-таки плюс 9 но тем не менее все равно очень слабые даже если вместе с тем качать навыка это смешно эти проценты просто смешны это не о чем это вопрос буквально там одна библиотеки 3 уровня ставить на это агента и его перки и действия не стоит смертоносные и вот мы переходим а к одному из может сказать ключевых наиважнейших навыков саглядата поздней стадии это смертоносный не у каждого хватает духа делать то что должен разблокирую действия организовать покушение попытаться убить рожеского агента или военачальника вероятность убить цели во время покушения плюс 75 процентов это просто не знаю терминатор аннигилятор усилив его там другими навыками например вот этим вот разведчиком просто усилив там еще 15 процентов на вероятность успеха это просто будет уничтожить и так что здесь все просто ходи сделать ассасина качать быстрее смертоносного выходить и начинать говорить зло диверсант обеда в битве зависит от того владеешь ли ты инструментами войны совершенно верно а еще бы неплохо владеть инструментами логистики и инструментами экономики отчасти это может отнести напрямую к инструменты войны броня всех вражеских отрядов в регионе пока 10 агент минус 10 процентов уровень всех вражеских отрядов в регионе пока 10 агент минус 10 процентов смотрите если у вас например а на противостояние один на один опять же против и это не стоит брать тех и это слишком слабо против и у нас другие способы уничтожить его есть чем качать три навыка диверсанта зато если вы играете один на один и например часто какая-то обуви становится ключевой таки для противостояния или они мигры мигрируют эти в области но остаются все равно каким-то одним регионом например часто это бывает регион македонии или регион азия то ваш агент приходит от регион пока вас разборки идут там ход за ходом ход за ходом он значит получает там в перке дать удачные вы таки ага я все равно здесь полю пытаюсь засады искать этим агентом равно я здесь веду контрразведку пассивным действием и почему бы взять этот пирк и заодно понизить уроны и броню вражеским армиям заодно например в этом регионе значит и про становитесь пассивное действие в этом регионе помимо того что идет контрразведку ищите засады вы еще и ослаблять вражеские армии получать некое преимущество то есть навык ситуативный но довольно неплохой и может сыграть но крайне ситуативный то есть опять же обращаю ваше внимание что есть просто откровенно слабые навыки есть откровенно очень хорошие навыки а есть ситуативные навыки поэтому распоряжайтесь вашим агентом мудро и если хотите поддаваться слишком сильно в эти тонкости вы можете видеть просто наиболее сильные на которые на как бы сами себя говорят про проходить усилить армию вы качаете охотника и просто действуйте вместе с парами дополнение к нему берете какой-то другой пирк на дальность еще перемещения координатор или вроде того если вы хотите бить ассасином и качать смертоносные усиляет его там через контрразведчика допустим хотите врать пищу качаете угрозу может качать например так сначала качать угрозу изначально мою только воруете пищу потом когда дополняете контрразведчика и открывайте смертоносного все вы переходите уже чисто делайте ассасины из вашего вашего агента хотите помогать армиям хотите новых агентов нанимать дешевле вы нанимаете сначала качаете мастер по связи ваши агенты стоят дешевле по ним получать сразу кучу опыта супер наука все очень сильный затем вы будете качать например что-то вроде охотника таким образом перейдете в усиление армии но как правило мастер посадь настолько хорош что вы всегда ну то есть сюда этим агентом занимаетесь именно этим другое дело что ваш агент просто даже занимались мастерством по связи получить много опыта или например хотите сменить его например он стал там восьмого уровня его может заменить его товарищ такого же четвертого уровня который пока прокачать этот навык вы просто заменяете его этого товарища который докачался папа за счет мастер по связи до восьмого отправляетесь новыми навыками куда-то на фронт его сменщика заступаете на мастера по связи снова новых агентов хорош нанимать так что все зависит от вашего ситуации стиле игры геймплея как правило как правило лучше иметь несколько типов агентов то есть кто-то будет ассасином это будет наемщиком для новых агентов кто-то будет усилять дальность армии например конная армия у вас чистым хотите очень далеко бегать вы будете как просто контилопа носить цепо прерия где у нас здесь вот без заглядата мда армия смотрите пассивное усиление от заглядата плюс 11 сейчас это наверняка без всяких навыков да это просто просто нулевой агент с уровнями то есть вот конная армия она бежит видите почти но на полпути к трапезунду она доходит от 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 откуда с перекрестка между сидея писи с нутом она набегает вот видите куда на трапезунду или если бежит ближний восток на ближний восток и иерусалима например видите она доходит буквально за два хода еще запас остается почти до египта дохожу просто за два хода из малой азии в египет могу доходить какие солидные можно получать бонусы на дальность таким образом да а вот есть например я возьму здесь дальность хода для генерала 1 2 3 обратим внимание теперь да я дойду ой смотрите-ка я дохожу до тира до тира александре почти за два хода да ну вот до моста дохожу сами видите если бы у меня была конная армия вся это бы не понизило ход главное чтобы не было пехотинец никакого то здесь до выход снизим сюда в общем смотрите насколько сильно может отыгрывать агент на ту же дальность хода какие можно творить дикие мощные вещи совокупируя агента с генералом и усиляя его затем да да по заглядату и вкратце пока все может быть что скажу еще позже оговаривать агентов ну чтож пришел время и сановника и так алгор бал поведет нам о своих навыках также пойдем слева направо от навыков в авторитете экономист записывайтесь в армию сегодня расходы содержания всех отрядов своей армии минус 10 стоимость набора отряда в провинции по количеству агент минус 10 ну что этот навык довольно неплохой кроме того можете кричать его со старта он стоит того но совокупности с другим навыкам о котором будет чуть казано позже принципе с ним все понятно расход оратор забудь ложные верования и признай настоящий богов разблокирую действия насадить культуру увеличить насаждение культуры на 15 выбранном поселении зависит авторитета опять же ног на первом уровне казалось бы может быть полезным но он того все таки не стоит забивать три навыка ради активных действий провинции 15 культуры гораздо решать вопрос проще за счет строительства храмов технологии и чудес света так что не стоит тратить на него навыки очки навыков рабо торговец там где другие видят славу я вижу золото боевой дух всех отрядов без доспехов своей армии плюс 30 процентов зависит от авторитета что имеется ввиду видимо имеется ввиду тип войск легкие все войска у которых значок круглый на ставить внимание вот например это кавалерия полные застрельщики гитов вот они кругу значок имеет также пехота много меня круглый за счет это легкий тип войск видимо они имеются или виду раз боевой дух для них ну конкретно для этой фракции как ни странно для фракции вот этой американской у которых есть в базовом наборе рабы смотрите вот этот навык рабы пехотинцы они довольно неплохие ребята но у них проблемы с выводом часто бывают чтобы они выдерживали натиск навык может по-своему сыграть кстати вот именно с этим с этим отрядом может очень дешевый очень мало содержание требует и усилить его таким образом главную его слабость боевой дух это можно можно устроить может сыграть этот навык паровой торговец вот в этом плане так что интересно навык но все таки есть и более полезный и бы сказал такой слабо средней степени эффективности приники захваченные бою для своей армии плюша процентов я говорил уже в годы по экономике что экономическую экономику на торговле построить в гранд компании очень трудно и да и цель чаще нецелесообразно просто потому что издержки то есть общественный порядок падает слишком сильно и гораздо проще развить экономику другими средствами просто бонусы за счет ресурсов но но если вот эти сановники есть там в двс каких-то да где считается год за четыре хода там рабов численность падает намного медленнее вот там это может сыграть двс здесь просто ход за год поэтому здесь очень быстро падает численность рабов из персонажа стареет намного быстрее поэтому здесь это мало отыграет там может может быть имеет место быть убедительный позволь сказать тебе абсолютно прямо стоимость действия этого агента плюс 30 разблокирую действия подкупить командира подкупить вра вражеского командира чтобы он пришел на вашу сторону успехов сидеть здесь это интересный навык опять же в один один он запрещен будет просто потому что в один на один повторю навык действующие вообще действия против армии и генералов запрещено но если вы играете ну против и или мошки то 11 на свои правила у вас вы сможете эти навыкам подкупить соответственно вражеского вражеского генерала ну например вот у меня стоит сановник смотрим на его навык он уже произвел за действие до на следующий ход будет доступна то есть я навожу навел бы на ужасов ареса на этих парней и смогу подкупить кого-то из них эти давайте откроем этот навык сначала сейчас одну секунду ага уже открыл убедительный да уже открыл а вот на персонажа нет не поселение на персонажа версия войска подпить командиром и вот пытается подкупить командира чтобы он либо перешел на вашу сторону либо был убить своими солдатами здесь отвертите там если просто успех действия то его убьют солдаты то есть это неплохой вариант дезориентировать вражескую армию ослабить ее убив командира с меньшей шансы вероятности намного меньше вы переманите на свою сторону тогда он перейдет из армии он исчезнет просто в армии он появится в составе одной из ваших партий но скорее всего сторонников графагена то это эти партии просто будет появляться все перед переманенный командир вот здесь у вражеской партии так что навык то очень сильный на самом деле очень 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 сильный но в один на один он не играется для вашей веселой компании одиночные очень пригодится это будет очень весело переманить кого-то спартанца в ряды ваши афроамериканские и будет забавно вот у вас такой вот пришелец появился я кого-нибудь скифа в общем веселый навык весел дипломат наш вождь желает тебе самого лучшего дипломатические отношения с владельцем региона пока действует агент плюс 60 это полезный навык но проблема в том что открывается поздно и кто момент когда он кроется если вы играете сильно быстро он уже сильно вам не поможет он не будет не будет нужен зачем-то просто незачем но если вы играете какую-то ролевую там модели на карте компании то да он отыграет на полную просто зазеленит за два хода буквально любые отношения посредственными с каким-то из соседей ваших но его стоит качать вообще в тандеме с другим навыком который сейчас будет позже наверняка которым вы будете нас вышли прежде были нас вышли воспитатели я могу кое-чему тебя научить опыт полученный за успешную вербовку вражеского агента плюс 20 зритель 3 это опыт получен другими агентами его начальниками в регионе пока есть агент плюс 9 а что имеется ввиду если вы переманите агента вражеского основание как раз по сам действий имеет именно это действие как черт что я говорил уже прежде то получите больше опыта это действие приманивать часто не бывает смысла потому что как только у вас появляются ячейки грамотно сразу нанимать агентов сразу нанимаете и сразу качайте сами и и не качает так быстрые и нужны навыки как вы сами накачаете в любом случае поэтому покупать и часто бывает просто излишне разных агентов более еще это не так просто по шансу действия так что да что касается этой части этого навыка но у этого навыка есть и вторая часть это опыт полученные за успешный опыт получены другими агентами начальника в регионе по 10 агент это значит что вы просто находитесь провинции просто стоите в ней нажимаете это действие управления и вот все все персонажи в этом регионе в этой провинции в азии будут получать каждый ход по 9 опыта что очень сильно это очень сильный на эта полоска будет заполняться постоянно ранга плюс 9 очков казалось бы всего 9 но он действует на всех персонажей если вы воюете в одной провинции например у вас борьба идет за македонию всю ту же пресс-салутую провинцию один на один компания у вас от миллион миллион просто армии бегать миллион агентов вы просто постоянные действия происходят и один скромный сановник дедочек стоит здесь в угол в уголку на краю и дает опытом каждый ход каждый ход все ваши персонажи качаются за счет этого пассивно это очень сильный на то есть 10 персонажей вас бегать по этому региону 90 опытов каждый ход 90 очков опыта это крайне крутой навык так что обязательно обратить на него внимание то что я называл масс-тренер прежде расписывая базовые действия мудреца сановника и так следующее действие это хитрости раздел мимар даже шах не окажется жить в этом городе не откажется жить в этом городе строительство стоимость строительства в провинции минус 10 рост провинции пока есть агент плюс 15 неплохой навык может помочь вам при развитии некой опустошенной провинции или провинции который ходит превратить цветущий рай но на фоне других он блек не просто сановника есть куда более эффективные вещи задействуют как правило может быть полезен например совокупности там с пассивным получением опыта что отстраиваете что-то возрождаете параллельно с ним выкачать 1 мар и так следующее действие жадные наверняка у нас уж на этом действие это наверно сам популярное действие сановника большинство ее уверенных зрителей знает об этом и так ладно делай что хочешь давай показывай золото то просто подход как в российских чиновников похищение золота пока один действует на вражеской территории плюс 70 процентов то есть вы приходите на русскую территорию установите примеры вот в пели где-то или там в афина все вы сели то есть вы засели можешь сказать а области поле губернатора может здесь устроили нормальную такую коррупцию местно и все и вы начаты принимаете доходы на себя то есть это очень сильный навык например почему например вы бежите со своим вором своим чиновникам своим сановником прим в риме как в мажорной фракции сразу очень высокий доход то есть 3000 до если будете воровать около двух двух с половиной тысяч с римской провинции но она не полная с неаполисом было бы больше здесь то есть было бы около двух 2700 2500 каждый ход собой приносит вам стабильно такой доход это очень крутой навык особенно старте игры если просто за счет разведчика делаете этот навык предыдущий описанному мастер по связям нанимаете немедленно немедленно сановника четвертого уровня немедленно качать ему на третью степень жадного и он уже готовый вор у вас будет к соседу какому-то богатому государству это могут быть диадохи селевкида македония египет бактрия это может быть рим может быть карфаген даже какие-то пользуется неплохо зарабатывать вроде афин вы приходите к ним садитесь рядом с ними с навыком жадные и воруете по крайней мере не меньше 1000 в среднем но афина прибыль тысяча где-то время будет там две три тысячи своровано селевкидов может быть и четыре тысячи своровано наверно селевкида больше всего приносится из фракции и так что это крутейший топовый навык сильнейший всем советую всем рекомендую в тандеме с этим навыком можете качать позднее дипломата таким образом потери в дипломатии которые штраф видите мин 60 накладывает этот навык вы компенсируете дипломатом таким образом вы даже не будете ссорить с этой фракцией у вас будут и отношения поддерживаться на том же уровне расхитителя об этом никто не узнает уверяю тебя доходы всех источников провинции по количеству агент с д процентом на третьем уровне плюс 6 верных птической партии которые правит регион нас 15 но бесполит аналог абсолютно слабая очень прибавка еще и штраф какой большой если другая партия правит это просто скипаем его сразу работодатель сколько нам нужно только нам нужно говорит работодатель завкадрами стоимость вербовки наемников провинции пока действует агент минус 10 минус 9 процентов там содержание наемных отрядов минус 30 процентов наемники провинции пока действует агент плюс 15 зависит от хитрости это очень крутой навык этот навык как правило нужно качать в совокупности с экономистом и добавлять сановника в армию таким образом вы будете закопить не содержать ваших наемников если вы карфаген если вы карфаген вы имеете уже фракционный бонус начальными содержанием 25 процентов то есть этот навык даст вам еще 30 содержание наемников с этим навыком еще 10 того 40 25 это уже все это процентов минус содержание от наемников плюс их налоги например на 15 процентов это уже 70 точнее 80 процентов будет минус содержание наемников представьте себе база содержание наемника было допустим не знаю тысячи монет какой-то элитная кавалерия кельтской а вот содержаться всего за 200 монет около того то есть это очень крутой навык если с другими совокупностями его и применять вы можете вообще армию содержать только из наемников вы просто бегаете по ростской территории и просто воюете без конца наемными армии за счет сановник у вас таких армии может быть там 45 но число наемников зависит сановников сает сановников присутствия в них таким образом вы можете применять сановник вообще только таким образом но если хотите учиться наемником воевать это будет очень интересный геймплей для вас попробуйте обязательно этого одиночной компании в один на один это может работать на периферии потому что если будете воевать такими такими стеками наемными против вашего оппонента скорее всего он просто убьет вам сановников этим за счет воителей так что не повторять домашних условиях против против других игроков затем будьте осторожны а вот на периферии да и в один один они могут сыграть помочь армию отработать своем контрабандист а неужели важно как именно я их добыл урон оружием всех отрядов ближнего боя в своей армии плюс 9 процентов урон в дальнем бою у всех сухопутных отрядов своей армии плюс 9 процентов ну неплохая прибавка казалось бы да но просто есть гораздо более полезные вещи которые чем заняться сановнику чем этим чем контрабандист и стец подумай о семье неужели ты хочешь ее подвести дипломатические отношения со всеми фракциями плюс 15 и шанс успеха все действия плюс 15 навык хороший но он проблема то что качается поздно от той стадии что вам уже эти отношения приспитать совсем не так будут важны но если как-то очень быстро накачаете основника то то может быть вам пригодится навык но просто просто его конкретное действие она на стадии когда получаешь просто она слишком слабо будет действовать советник господин представь представь это мне предоставь это мне те свойства вы начальник и своей армии плюс 3 верность политической партии которые принадлежит вы начальник своей армии плюс 6 это хороший навык если вы хотите поддерживать какую-то стабильность заранее например особенно с другой политической партии вы добавляете до советника соответственно и он постоянно поддерживает в нормальным нормальным уровнем верность этой партии как наверняка известного предыдущий гайдов посвященный политики гражданской войны то я просите разбирал как правило у вас все армии и вообще все персонажи кроме буквально там двух-трех являются членами вашей партии не только вашей партии а вашего правящего дома напрямую то есть они установлены у вас так что если вы уже ведете компании таким образом что конкретно агрессивно всех переманили всех усыновили то советник будет бесполезен для вас но для некоторых фракции это тяжело быстро сделать например там для рима карфагенов которых республиканская система у них много партии и этого не так просто и они так быстро строите единопартийную подавившую всех систему но там этот навык может сыграть советник подвой послушай меня так словно ты трезвый и разумный человек они пьяницы и злодей разблокирую действия оклеветать ухудшить свойство вражеского агента или полкового цена 3 шанс критического успеха всех действий плюс 2 процентов ну что сказать действие просто как бы ослабляющая противника опять же само по себе не имеет смысла как усилитель другого кого-то навыка шанс критического успеха любом действий например переманивать агента да это неплохое может быть усиление именно за счет к переманивая но ослабление датей это довольно слабо все играет может быть в совокупности попытка например переманить кого-то кого-то убить просто ослабить его да может так сыграть но но для этого нужны понимаете еще и условия то есть один особо другой про атаковал например значит они должны быть в одно время в одном месте в общем когда навыки так зависят друг от друга с другими агентами например это часто не стоит того просто напросто не стоит того азат кто аз кто знатен тот и командует опыт новых военачальников провинции плюс 3 опыт новых тяжелых отрядов исключением телохранителей провинции плюс 3 значит что при найме новый генерал или новые тяжелый отряд будет иметь больше опыта то есть для отряд это будет вычки для генерала это будут конкретно уровне давайте продемонстрировать действия скачаем этот навык азат да вот мы качнули 1 на 1 уровня пока только и теперь делаем пассивное действие управление нажимаем теперь мы наймем нового генерала генерал должен быть не просто но уже куплены например первого уровня а именно новые абсолютно то есть абсолютно покупаемые с нуля то есть те которые у вас из ячейки набора вот здесь смотрите нанять политик без этой ячейки вот из этой ячейки генерал считается полностью новым пришедшим вот он получит этот опыт те которые уже были для этого членами вашей или других партий они не получат этого опыта это должен быть абсолютно новый персонаж давайте нанимаем его вот он первого уровня был и как видите разу уровень 2 раза получает второй уровень именно за счет присутствия навыка азат то знать этот и команды был бы третий уровень навыка он был бы сразу четвертого уровня этот персонаж вот так все вот так все просто с ним что навык довольно полезный может сыграть ситуативно но переоценивать его тоже не стоит бог посмотри на священный огонь и увидишь истину скорость исследований пока действует агент плюс 10 шанс плюс 20 должно до плюс 20 в этом уровне танц ранее вражеские какие-то при самобороне плюс 15 процентов здесь уже значение исследования неплохие 20 процентов но все-таки они тоже того не стоит опять же есть вещи просто которыми заняться больше стоит агенту совокупно с другим навыкам пример с тренером да может быть может может он отыграет апреля тренинг кого-то на технологию хорошие бустит тут может совокупировать их интересным образом да там по себе навык довольно посредственный взяточник деньги позволяют добиться чего угодно верность политической партии которая правит этим регионом по количеству агент плюс 15 то есть вы смотрите политическую партию этого разделе в этом на тап нажимаете приходите сюда членство полит партии и видите какие партии принадлежат другим другим партия другие регионы другим партиям значит если мой сановник станет с этим навыком в одну из этих провинций каждый ход не будет прибавляться 15 верности для этой партии навык неплохой и может быть даже очень хороший стоит того например вы хотите уже успокоить одну партию совсем и забыть вы просто тать на это до одного сановника с высоким уровнем правда с вождем о не сажим взяточником да и постоянно получаете 15 15 верности для этой партии навык интересный неплохой может быть полезен может быть полезен но становится то будет у вас полностью занят только этим то есть он не слишком хорош в этом плане бождь действия звучат громче слов насаждение культуры в провинции после удачного действия плюс 12 зависит от уровень и шанс успеха во всех действиях плюс здесь процент ну смотрите в совокупности если например ваш мудрец зато очень чисто на какие-то активные действия например он постоянно переманивает вражеских агентов для чего бы то ни было вот вы так играете или постоянно пытается переманить вражеских генералов подкупает их регулярно да 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 навык может быть интересным успех во всех действиях плюс здесь процентов даст и заодно будьте культурно сажать то есть такой дополнительные дополнительное усиление определены бонусы до бенефиций принесет вам но сам по себе опять же навык посредствий и так парусов о заключении по поводу сановника сановник хорош как саппорт для армии для содержания армии вы можете очистить наемной армии благодаря сановнику просто добавив его в армию кому-то качестве спутника он может быть очень хорошо этой роли сановник может быть хорош в роли тренера то есть вы просто находитесь пассивной провинции тренируете многие армии за счет навыка воспитатель пановник может быть хорош в качестве усилитель хозяйства внутреннего то есть вы становитесь твою провинцию родную добавляете сбор налогов в ней опять же вот видите здесь отображено все сколько он дает плюс 9 процентов но ведь процентов без всяких навыков если по него были специальные навыки прокачаны у всех фракций это разные навыки для сановников поэтому конкретно у афроамериканцев не таких сильных навыков на сбор налогов у многих других фракций есть навыки на сбор налогов усиляющие если если есть хорошие навыки вы можете очень высокие сделать налоговую ставку прибавку то есть если доход 10 тысяч а налоговая ставка плюс 3 процента то пути получает и тысячи дополнительно 3000 на той стадии когда у вас уже 10 базовая доход с провинции довольно смехотворно смехотворно вор даже тогда были сильнее работать хороших акций на богатый и таким образом усилять именно провинцию именно ради налога нет не так стоит вот если вы помимо того что усиляет налог тренируете например а войска то есть присутствующие персонажи здесь вот тогда это уже стоит тогда это уже стоит того то есть положительные пассивные действия на своей территории имеют место быть и для становника в том числе таким образом он помогает в армии содержать помогает провинциях развивать ваши персонажи рост населения налоговую ставку как правило именно эти параметры а на вражеской территории он действует качестве переманивателя он переманивает агента переманивает генералов и часто насаждает культуру пассивным образом или за счет того что совершил активное действие дополнительно до принесло культуру тоже тем или иным образом приносит культуру вам зачастую ну и конечно просто вор просто напросто качать третий уровень вора жадность и воруете кучу денег это может как его основная базовая роль наиболее эффективно и более простая все остальные довольно еще замороченные нужно там условия некоторые иметь там хороших налоги для содержания чтобы отработал содержание сильно так далее а именно касаясь вора просто качнули три навыка в горе пришли на провинцию получаете 70 процентов за заход этой провинции это что касается сановника настало время и воителя я сразу хочу обратить нас на внимание на такую особенность как природные навыки персонажей я предыдущих развод предыдущих персонажей саглядата и сановника не обращал это внимание потому что как правило там навыки крайне ситуативные и конкретно подбора для них трудно сделать разве что похищение пищи дополнительная у саглядата очень сильный навык родовой у него бывает иногда здесь дополнительным вот его родовой навык саглядата да спрещение пищи стоит докачивать но то есть брать такого саглядата приоритете на другими саглядаты но какая касательно воителя у него есть супер полезный навык это ответ почему он усиляет дальность передвижения армии и дает дополнительный опыт для всех стеков на всех отрядов вашей армии то есть это очень сильный навык и он сразу даст вам возле передвижения таким образом со старта игры вы можете иметь более повышенную более высокую дальность передвижение ваших армии что очень полезно кроме того вы быстро докачаете его получите дополнительные очки хода нас процентов это очень много поверьте это по сути два навыка генерала заменяет качестве спутника герой вот отметили типа спас пара особенностей и переходим к набору непосредственно самих навыков воителя так найдем как у меня прокаченного которого окна открыты окна прокачки вот они они и слева направо по традиции сержант по строевой подготовки победа любит подготовленных атака в ближнем бою у отряда полководца своей армии плюс 9 защиты ближнем бою 3 до полководца своей армии плюс 9 процентов рост опыта заход своей армии плюс том ну защита при атака ближнем бою для полководческих телохранительные это как бы бонус такой себе кот наплакал разу скипаем его а вот прирост опыта для своей армии не так плохо качестве тренера для армии если вы хотите быстрее получить вычек для своего армии например качайте золотые вычки и вам чисто нравится чтобы они были берете этот навык он он неплох вот такой средние средней сильности навык доставник делаю как я опыт полководца своей армии заход плюс 6 прирост опыта за свой заход своей армии плюс 100 этот навык как видите не хуже не уступает по опыту для армии но кроме того он дает опыт для полководца это очень полезный навык его как раз стоит качать если вы например имеете уже природный навык у воителя на дальность хода то есть атлет вы берете потом наставника и он у вас дает дальность хода для армии и помимо этого тренирует генерала и саму армию это очень хороший хороший навык обязательно берите его и играйте в качестве тренера личного воителя веселый пронеси вина и позови девушек ну хороший призыв не отказался я думаю мало кто из нас бы к общественному порядку за чужие культуры в провинции пока действует агент плюс 3 рост заход провинции пока действует агент плюс 3 навык довольно слабые просто просто он не нужен для вас казалось бы штраф снизать процент проценте за культуру но это слабое просто действие слишком слабое тратить на это агента не стоит агитатор что римляне вообще для нас сделали разблокирую действие сплотить рабов минус 15 общественного порядка выбранном поселении может немедленно вызвать восстание ну если вы например накинулись и терзаете в плане общественного порядка неожиданно для оппонента его провинцию этот навык может сыграть разожжете там восстание желательно чтобы восстание рабов да может сыграть но он слишком ситуативен то есть навык опять же слишком слаб то есть полезность его уровень низкий и так знаменитый мужчины мечтают о моей силе женщины о том чтобы я женился на их дочерях почему только на дочери а сами женщины атака ближнем бою у всех отрядов провинции пока действует агент плюс 15 зависит от аваритета ну ладно это я зачем читаю вы войду всех отрядов провинции пока не стакан плюс 15 общественный проект провинции есть так из 15 ну чтож налог хороший неплохой реально то есть например если ваш агент опять же у вас в эту зона противостояния сложилась конкретная все та же македония азия провинции вы боретесь за них там уже много ходов у вас на постоянные много армии бегает засадку часто и осады идут вы ставите агента вы повышаете былый дух вы даете так и в ближнем бою пассивно неплохой а еще можете с другим агентом снизить ему броню правильно снизить ему статы вражеским армию до этого мы рассматривали у других агентов есть такие навыки себя усилили его ослабили все хорошо вас действуйте но опять же навык как про как правило агенту и боителю есть заняться еще чем другим просто на него много работе на фронт много работы на фронтах убийства то есть он постоянно уничтожает рожеских агентов как правило его популяцию так что чаще всего будете заняты воителями именно этим в один на один игра 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 одиночную кампании вы можете позволить себе и такие действия вот такие разнообразные вдохновительно наши враги не боги ведь их кровь такая же красная как у всех людей боевой дух всех отрядов фракции после успешного покушения плюс 60 плюс 6 процентов ну то есть вы кого-то завалили у вас войска вас проли духом у всех ну блин навык того не стоит из процентов это ни о чем то есть если вы уже захотелись до наука вдохновителя у вас уже хорош технологии будут какие-то прокачаны у вас вот уже неплохие генералы у вас боевым духом будет в среднем все неплохо то есть ради это вам нужен девятый уровень чтобы третьего уровня вода качество способность она того не стоит так что вроде бы неплохо на всю фракцию до повысит но на деле просто просто ну если только у вас будет свободной навыки да например вы уже накачали все что нужно для усиления навыка ассаси действие успешного вы дополнительно к этому взяли этот навык чтобы получать этот бонус будет там можете взять его дополнительно то есть я бы его сказал охарактеризовал уровень средней полезности навыка порочный тебе эта рука больше не понадобится дальность перемещения цели после неудачного покушения минус 15 процентов франц ранить вражеских агентов при самообороне плюс 12 то есть это видимо речь в том что когда на вас если на вашего агента пытались взять покушение то передвижение этого пытавшегося снизить на 15 процентов ранить вражеских агентов сам видимо речь об этом сам себя говорит просто если вы хотите сделать более затанкованного такого прикрытого агента пример он у вас ассасин но заодно он будет вести вот такую контрразведку контр-борьбу вы берете этот навык и усиляете себя то есть неплохой навык пока если у вас такой сейфа вы хотите отыгрывать этим агентом то берете его дополнение к навыкам усиляющие действия убийства устрашающий мнение овец льва не волнует боевой дух всех вражеских отрядов в регионе пока 10 агент минус 9 это неплохой навык особенно потому что он качать в первой линейке то есть все можно покачать рано когда боевой дух еще реально сильно не прокачан у фракции и врага и понизить его на 9 процентов но почти на 10 это неплохо это реально неплохо это может помочь вам этот навык может сыграть ну эффективность его примерно средняя я бы сказал разблокирует действие так а мучитель их ждет череда несчастных случаев разблокирую действие изнурить нанести 6 процентов урона одному отряду во вражеской армии зависит от хитрости ну навык посредственный хотя потому что например у сановника есть новый подкуп сразу доступным даже качать не надо вы можете подкупить отряд конкретный и просто берете его из армии а здесь речь о специальном навыке прокачиваем для воителя чтобы только 60 процентов этого отряда забрать численность это такой себе такой себе особый навык следователь кому ты служишь колись агенты армии или поселения показанные после удачного покушения плюс 6 речь о том что вы кого-то валите своим воителем если вы его завалили вам откроется несколько объектов с чем свинал тем больше объектов вам покажут дополнительно месторасположения агентов армии или поселения 6 штук при наличии этого навыка неплохой навык на самом деле может сыграть опять же говорю чаще всего будете заняты воителями именно валением убийствами других агентов один на один таким образом заодно разведывать их положение очень даже неплохо это реально хороший навык такой полезностью может быть высокой кровожадный когда они меня увидели то уже были мертвы чисто не знаю клан сопрано какой-нибудь дядя сил шутит или типа того если если вы знаете о чем и общественный порядок в провинции после нападения на гарнизон вражеского поселения минус 15 пополнение отряда в регионе после нападения гарнизон вражеского поселения минус 15 потери всех отрядов гарнизона минус 30 это очень неплохой навык реально вот если вы хотите пробить город а там например много казарм гарнизон огромный просто 20 там отрядов хороших стоят там и как бы его ослабить то резко вот этот навык для вас в один на один действия противопоследствия не запрещены как правило это дозволено то есть армию который отмерет стажит этот город вы не можете никак пробить агент или типа того а вот на поселение вы повлиять можете то есть вы пробьете сильный гарнизон а еще обломаете пополнение помимо это то есть это очень хорошо может сыграть замедлить и в регионе пополнение войск ему подгоните в это время войска а пока будете просто ковырять ему в результат агента то есть это навык очень серьезно может играть ситуативен но серьезен полезный навык сильный нам правда ситуативно находчивый то что мне нужно горстка славных парней стоимость действий этого агента минус 75 процентов богатство приобретенные после удачного действия 1200 здесь то есть все просто то есть вы совершать некое действие а если вы удачно совершили его то вы получаете 1200 монет кроме этого действия вашего агента будет будет стоить копейки одна проблема этот навык качается очень поздно на пользу не стали то есть когда у вас очень высокий уровень у вашего воителя да у вас высокий уровень у воителя как как правило у вас уже и свой то доход будет нормальный с торговли с экономикой в целом поэтому он уже будет этот навык мало полезен просто вам будет чем заняться усилять ваши армии усилять статы ваших войск тренировать генералов валить вражеских агентов то есть вот например если вы ну получили возможность что считаете нужным помимо того что валит вражеских агентов еще и получать деньги хотя еще 200 заглянем много будет на той стадии то можете прийти придет навык то есть навык такой я бы сказал слабо средний ну то есть он просто хорош был бы хотя бы во второй линейке вот здесь если бы он был открывался на третьей линейке слишком поздно доступ нему идет слишком поздно так линейка разделе рвение поджигателя рим не в один день строился зато сгорел за один разблокирую действие устроить поджог нанести 10 процентов урона одной постройки во вражеском поселении ну то есть вы можете нанести damage пробить постройку да как будто вы и ограбили что может вам это принести давайте подумаем с вами да по сути немного совсем немного действует довольно посредственно слабая может какой-то еду пробить до чтобы снизилась эффекта добавления гибель с нее но сколько я знаю не снижается никогда сока я помню и когда же не задумываюсь как об этом но не снижается особо нет вроде бы все есть опять же после этого постройка вы ее не уничтожаете вы наносите и только урон в этом проблема то есть навык довольно слабый довольно слабый вы можете например сбить процесс строительства поджечь парк под подожгя здание который например строить на следующий уровень вы можете да по помешать там подгадить таким образом но стоит ли но того неужели не найдется более полезного действия для вашего воителя я уверен что найдется поэтому навык посредством тревог стрела не боится вылета вылетите звука она боится не попасть цель урон в дальнем бою у всех лучников своей армии плюс 9 процентов дальность любые лучников своей армии плюс процентов это как раз один из тех вещей про усиление армии которые говорил в самом первом разделе по агентам на той таблице то есть у всех фракции по-разному эти усиления бывают например вот видите вот эта фракция усиляет стрелков очень сильно это очень сильный бонус на дальность и на урон это очень хорошие бонусы еще потому что они в первой линейке то есть быстро может прокачать их полезные бонусы полезные хорошо другие фракции будут другие бонусы воров там это всякие ярости и натиск в основном то есть боители одно из его применение главных это усилять войска ваши этим навыкам можно воспользоваться в том числе ладист шагайте пока ноги не сотрутся до крови боевой дух всех отрядов вашей армии минус 6 дальность перемещения на карте компании своей армии плюс 20 процентов очень сильный навык очень хорошее исправить на страховые духи 6 процентов это пустяки получая дополнительные очки хода это намного важнее намного важнее очень полезный навык совокупность например с атлетом это уже будет 35 процентов в добавочного дальности пути от воителя вашего так что навык очень крутой очень то есть полезность его высокая можно пример взять садиста можно взять наставника тренера и например базовый навык атлет тоже свой накачать вот уже будет у вас мега полезный боитель который дает дальность кода тренирует вашего генерала и войска и в общем кайфуйте просто помогаете своему генералу и армии передвигаться быстро эффективно ужасающий я сажу твое сердце разблокирует действие деморализовать армию снизить боевой дух у всех отрядов вражеской армии на 9 процентов ну смотрите ситуативный навык опять же от совокупности с навыком устрашающий пассивно например один агент у вас устрашает пассивно в этой провинции все а вы еще ужаснули активным действием деморализовали армии процентов это уже 18 процентов это уже заметный дебаф так то есть например у противника там многие наемники в армиях он там готовится принимать вас или в целом просто низкий был духа войска как легкая кавалерия стрелковая вот это уже солидно может сыграть но это трудно организовать то нужно иметь два воителя с этими нужными навыками нужное время в нужном месте зависимость навыков очень высокая поэтому практическое применение почти просматривать этого навыка на цифрах на бумаге неплохо выглядят но на деле в реальном твп слабо применимо поедин поединщик т1 и враг тоже один так чего бояться успеха при покушении плюс 9 процентов общественный порядок во всех ваших провинции после удачного покушения плюс ты здесь отравления вот навык очень сильный как раз этот навык ключевой то есть водитель его и ваши важные действия это убивать войти на вражеских агентов вражеских лордов есть одиночная компания берете поединок усилять и как раз базовое свое главное действие ассасинейство этим воителем убийство и и заодно получить три порядка на все провинции что очень приятно очень хороший очень хороший бонус очень хороший на это навык очевидно уровень топ уровень топ но вы кое-что не говорят что мы трусы докажем что они ошибаются в дух отряда при наборе в провинции пока действует агент плюс 6 процентов то есть это про пассивное действие то есть пока риск агент имеется виду что он стоит на местности просто не в армии именно местности возможность на его армии пока действует агент плюс 3 это очень неплохой навык неплохой реально но проблема в том что у воителя других навыков на местности действия как правило нет полезно то есть опять же чаще всего агент ваш занимается убийством других агентов или помогает армия усиляет армии стоять высокого уровня ему агенту в тылу и добавлять найм войска ну не знаю есть другие гораздо более полезные вещи для него чем заняться поэтому навык то есть мог бы полезен если бы качался раньше но на такой стадии вот в третьей линейке прокачки по на пользу уровня героя героя воителя он того не стоит он того не стоит абсолютно ну так же давайте я покажу как конкретно наводится что карита показывает нам действия активные то есть прожимая сюда я повышу чисто порядок здесь на местности про же прожимая эту кнопку на русском местности я пониже порядок общественный нажимая на поселение появится налет это пробить гарнизон снизить численность гарнизона это действие можно усилять навыками которым разобрать только что наводя на генерала заказное убийство певает выбранного персонажа то есть все просто убивает генерала данной итерации в данном положении наводим на воителя заказное убийство убивает воителя это как раз основное действие воителя ваши воители главным образом будет заниматься в компании именно вырезанием вражеских агентов и даже проблема не в том что например вы не хотите отыграть агентом воителя как-то по-другому вы это конечно хотите им и побежать вспомогать армии и добытный найм дать и еще что-то сделать им но если вы не будете уничтожать вражеских агентов значит они будут уничтожать вас играя один на один конечно имели речь идет об этом поэтому вам критически критически важно большинство часть агентов как минимум происходящее число стараться держать ассасинов против вашего оппонента иначе он перед перебьет ваших агентов возьмет лидерство по уровню агентов по и часу и потом будет доминировать во всех аспектах разведки диверсии и там подобных действий а значит и скором времени может получить серьезная а то и критичное преимущество поле боя именно благодаря действиям агентов совокупным усилием агентов агентом гитарная связь очень важно в игре это обнаружение засад это разведка это получение денег дополнительных огромный сумму может носить сановник это уничтожение вражеских персонажей это пробивание гарнизонов это замедление персонажей но агентов и так далее то есть дезориентации сопостричь убийства например таки таким образом число действий очень большое и она необходимое и применять применяться в компании сановник сановник как правило сначала игры будет у вас воровать деньги вам этим заниматься войти будет сразу же ориентироваться на убийство и тренер тренером быть ваших генералов если у него есть навык атлет уберите делать из него тренера дополнительно генерала то есть не только убиваете основные воителями но хорошим воителям с навыком атлет еще и помогаете генералам своим развивать очки опыта за счет навыка тренер сагридатой воровство пищи со старта игры затем ассасин как правило такой переход будет наиболее эффективным и универсальным для тех ситуаций может увеличивать дальность хода помогать справиться засадами потому что шанс снизает на впадение засаду это хорошая очень вещь снизить шанс на засаду величина исхода поэтому имеет место быть для него все виды помощи как видите абсолютно все три агента могут быть и саппортами в армии эффективными и хорошо действует против русских персонажей и давать хорошие бонусы или дебаф и зависимости от чья земля на которой он находится эти действия и и пользователь сми разное но результат один они крайне эффективны и крайне необходимы в игре поэтому если остались вопросы и если вы хотите увидеть больше контента по дату вар рим 2 то лучше пишите сову пока ну что ж настало время подводить итоги нашего гайда я хочу напомнить некоторые моменты рассмотренного нами и сделать акценты на наиболее важном чтобы информацию о систематизировалась и как можно проще и надежнее хранилась на жестком диске и так своем ролике я как видите разобрал только агентов одной фракции она медийцев я намеренно не буду разбирать другие агенты других фракций цивилизованных или варваров и так далее потому что навыки в принципе твои сути совпадают у всех фракций я лишь привожу навыки одной фракции потому что и остальные вы сможете освоить сами посмотрев как они ки работают на примере одной из них я стараюсь дать вам удочку а не рыбу таким образом вы сами должны будете анализировать игру и сами придумывать интересные билды обратите внимание на важность комбинации хороших навыков для одной вид для одного вида деятельности то есть что я имею ввиду если ваш агент помогает армии является саппортом армии например уменьшает содержание или повышает какие-то силы воинов значит он качает навыки специально для этого для помощи в армии он не качает воровство одновременно с помощью в содержании армии он тогда становится либо агентом действующим на местности то есть он ворует например насаждает культуру восстанавливает дипломатию действует на местности врага либо он конкретно помогает армии тогда он качает навыки например на содержание это на примере с сановников то же самое с игре до тайм если он становится у вас действующим ассасином вором продовольствие вы качаете у него ветку рвения вы качаете для начала воровство пищи затем успех во всех действиях и еще три навыка потом вы кинете в ассасина то есть он отработает у вас поначалу как вор а затем будет играть как ассасин опять же это все хорошо работает вместе потому что это все на местности врага другой следа ты у вас станет помощником армии будет увеличивать дальность хода а также подоградить армию от ненужных засад и понижать эффект вражеской засады на вашу армию шанс этой засады таким образом комбинируйте навыки мудро иногда стоит вообще не качать навыки какое-то время пока вы не приняли решение чтобы исполнять тот или иной агент а просто за за сэйвить и так сказать засолите их такое вот выражение заследить навыки не качайте потом вы решили ага хорошо этот становится например саппортом армии я качаю ему тренера качаю ему содержание он у нас будет следовать армии сразу вкинули там 234 перка которые у вас были засолена не качались до этого а уровнями копились и все и он стал занял у вас нужной позиции и распыляйте навыки по одному туда по одному сюда выберите конкретные дороги прокачайте по три ветки по 3 навыков каждую так как число уровня ограничено десятью у персонажей в игре рим это это очень важные советы и напутствие поэтому выбирайте типы воинов мудро также я напомню напомню тип агентов также напомню основные виды еще раз что становится из разведчика разведчик становится чаще всего пассивным разведчиком с воровством пищи то есть он просто разведывает на местности и ворует пищу у врага занимается он обнаружением засад это хранение деятельность отражеских агентов качайте ветку ассасина через ветку рвения с успехом действия обязательно то есть берете не только самоубийство и возможно открытие но и навыки которые повышают успех действия таким образом шанс на ассасина будет очень высок правильно прокачанный ассасин также он будет хорош помогать в армии для дальности хода и предохранения от засад это что касается заглядата основник первую очередь это вор огромные доходы и во вторую интендант оба навыка со старта игры могут очень быстро развиться и очень хорошо приносить вам особенно за счет помните навыку разведчика часто есть у многих акций на повышение опыта к агентам плюс один за уровень то есть у вас выходит салонник сразу 4 уровня под действием разведчика и сразу идет воровать огромные средства или начинает уже понижать содержание армии его нужно будет еще докачать около 6 уровня чтобы содержание армии максимально работала действия но это довольно скоро произойдет как старт с 4 уровня очень очень хорош для того чтобы разогнать скором виде 6 тут все просто напоминаю что салонник хорош и при тренерстве массовом в регионе это не стоит отсутствует навык но он намного более ситуативен нежели воровство или интендант при армии и воители воители этот тренер генералов очень многие фракции есть этот навык когда он дает опыт при пассивно нахождение в армии и только для юнитов но и для вашего орда поэтому обращайте на этот тренер ства это очень важно и поможет вам раскачать очень быстро нужного генерала навыки у орда генералов у многих фракции есть настолько сильны что не сказки сказать не перелом писать что же еще усилитель армии опять же у каких-то фракции чаще востока это например на дальность стрельбы на боезапас на урон с выстрелов уара как правило это касается натиска урона в ближнем бою никаких эффектов ярости это касается воителя это кратко о всех них при желании и возможности вы можете поддержать канал по ссылке в описании а я благодарю вы за просмотр вами был со всем пока а